МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я рад вас приветствовать сегодня. И скажу, что вы сделали правильный выбор, определив, распорядившись так в субботнее время. Потому что мы сегодня поговорим очень важные вещи. Некоторые из них будут проговорены вообще впервые. Это нужно знать, об этом нужно помнить. Как показали только что прошедшие выборы, мы люди беспамятны. Или не хотим знать, боимся знать. Или действительно так натренировали мозги, что тут же забываем о происходящем. Как можно было одному из тягчайших преступников современности, Владимиру Владимировичу Путину, снова доверить президентский пост. У нас что, мозги отсохли? Мы что, забыли трагедию Курска? Трагедию мира? Трагедию державы? А вы знаете, получается, что забыли? И некоторые очень искренне говорили, да что вы, это разве при нем? Да что вы, это разве он? Ну, впервые увидели мальчика за 12 лет правления. Так вот, давайте, чтобы наши разговоры не были впустую, а входили в вашу память. А желательно в генетическую память. Вот то, что мы сегодня будем проговаривать, это должно остаться не просто у вас, у вас. Вы должны стать носителями этой правды. Носителем этой информации, иначе мы не добьемся изменений в обществе. Но сначала чисто организационные вопросы. Уже в силу сложившихся традиций, давайте разрешим только сотрудникам ФСБ и МВД, которые здесь действительно на работе, это из управления Э в борьбе с экстремизмом, оставить включенными мобильный телефон. Ну, на службу берем. Остальных я прошу мобильники выключить. Заодно узнаем, сколько у нас неприглашенных гостей. Сегодня будут вам представлены две новые книги. Это, наконец, вышедшая книга «Черная мантия. Анатомия российского суда». И книга Ивана Миронова «Родина имени Путина». Вот такого, я показываю вам эту новинку, не было ни в истории журналистики, ни в писательском мире, ни в юрискруденции за всю историю российского государства. Да, какие-то процессы судебные, звонкие, и до революции, и после освещались в прессе, подтягивались такие знаменитые писатели, как Короленко, Достоевский. Но никогда еще ни один громкий и очень много значащий для страны процесс, как процесс, получивший название покушения на Чубайса, не освещался так детально и подробно, как этот процесс. 72 репортажа суда. В зале очень много пишущих. Вот вы только вдумайтесь. Если учитывать, что суды шли через день, чаще всего, а иногда назначались и заседания подряд, это было редко, но было, и тем не менее каждый процесс освещался в репортаже суда. Это где-то 7-12 страниц текста, и это не просто стенограмма заседания расшифрованная. Нет. Это анализ происходящего на суде. Анализ самого события. Я ловлю на себе недоуменные взгляды, дожил Мирона до того, что собственную книгу начинает так расхваливать. Нет, это не моя книга. Моя фамилия на обложке этой книги это издательский прием. Всего-навсего. Издательство побоялось выпускать книгу с абсолютно неизвестным автором. Любовь Краснокурская. Издательство пошло на такой хитрый прием. Они взяли кусочек из моей книги покушения, вставили его в конец, только для того, чтобы на обложке появилась фамилия известного писателя. Чтобы книгу брали в руки. Поэтому мне легко по достоинству оценивать эту книгу, коль я не имею к ней отношения, несмотря на фамилию, на обложке, и давать ей оценку этой книги. Значимость этой книги. В чем эта значимость? Интригу автора, который присутствует в зале, я сохранил пока. Потому что в зале присутствует два человека, имеющие отношение ко второй фамилии на обложке Любовь Краснокурская. Это сама носительница имени и фамилии. И человек, который воспользовался этим псевдонимом. То есть подлинно антроембридстава. Потому что очень много вопросов были изначально, как только появились эти репортажи. Что такая Любовь Краснокурская? И этот вопрос, в первую очередь, страшно волновал судью Пантелею. И это одна из причин, почему нужен был псевдоним. Потому что процесс, который сделали открытым под давлением общественности, получила глазку, в первую очередь, благодаря этим репортажам. Господи, как же стервенела судья, пытаясь высчитать в зале автора. И потом я вам скажу, что она однажды приблизилась к автору, но до конца не была убеждена, если бы она точно знала, кто автор в зале, она бы обязательно удалила навсегда на весь процесс этого человека. Но удар пришелся по одному из подсудимых Ивану Миронову. Судья решила, что это автор, ну, человек не пишущий, да и недалекий. И поэтому у нее ума не хватало понять, что это невозможно быть на процессе, а потом еще 7-12 страниц вечером в ночь написать, чтобы потом утром снова быть готовыми к процессу. И поэтому все свое оформление она выплескивала на Иване, читая автором его и бросая массу реки. К сожалению, нам технические возможности не позволили, а очень нам хотелось озвучить хотя бы один кусочек заседаний суда, чтобы вы этот ужас происходящего сегодня в судебных стенах услышали и осознали в спокойной обстановке. Но только маленький пример. Один из авторов предисловия, Александр Иванович Гуров, генерал-лейтенант, депутат бессменный, вы его хорошо знаете, он начал нам говорить, вот ребята, вы передайте тому, кто это делает, ну это перебор, ну что уж так уж утрированно показывать в суд. Александр Иванович в мыслях не допускает, что такое сегодня творится в суде. Вы представляете, человек, который сидит в думе, который сам из этой системы, он представить себе не мог сегодняшнее судебное состояние. Когда ему дали мы прослушать аудиозапись, он сказал, будет книга, я обязательно напишу к ней предисловие. и написал. Как и Виктор Иванович Илюхин, написавший предисловие к этой книге «Царство небесное», который, сидя на судебном заседании уже в Верховном суде по этому процессу, сказал Камоедову, адмиралу, который сегодня возглавляет в Думе комитет, что же мы за систему построили. Вот эта система, она не случайно имеет подзаголовок «Анатомия российского суда» и показана здесь. Но в чем значимость больше, чем препарирование судебного процесса? Значимость этой книги в том, что, наконец, впервые автору удалось проследить, ну, естественно, с помощью суда, до конца проследить одно из действий, активных действий этой власти под названием спецоперации или операции прикрытия. С появлением Путина на политической сцене мы с вами обрели новый инструмент политической борьбы, борьбы за власть. Это спецоперации, операции прикрытия. Список страшен и очень долг. начиная со взрыва жилых домов сначала в Гуйнакске для репетиции, а потом в Москве. На этой основе развязанная Вторая Чеченская война и затем пошла полостаться кровь Беслан, Курск и прочее. Это все спецоперации власти для утверждения укрепления и удержания своей власти. Но ни одно из этих тягчайших преступлений не было до конца исследовано и раскрыто. Взрывы жилых домов были остановлены и обратите внимание, ведь преступники не были так и найдены. Это только за выпуск схватили тех, кого потом выдали якобы за проводящих учения ФСБ. Но взрывы прекратились после этого, а преступники так и не были найдены. Потому что это все спецоперации, которые проводят власти. Вот одна из таких спецопераций власти и называется покушение на Чубайса. В двух словах, для чего это нужно было? Одна из крупнейших афер дикая по деньгам и несчислимая по урону нанесенному стране это развал и распродажа единой энергосистемы страны. мы почему-то даже больше говорим про приватизацию в кавычках у нас вот и проявились у нас первые помощники спецслужб. Мы говорим больше распродажи нефти и газа металла но это у нас не основа развала безопасности страны в такой мере как уничтожение и развал энергосистемы страны. Основы жизнеобеспечения страны основы жизнедеятельности экономики. Сопротивление развалу энергосистемы было мощное. ни одна реформа не встречала такого организованного умного сопротивления как развал энергосистемы. Ученые практики члены власти все объединились против реформы энергосистемы по Чубайсу. То, что Чубайс проигрывал он понимал нужен был неожиданный новый фарт и Чубайс его нашел. Ну не сам Чубайс. Чубайс не такой умный чтобы проводить такие операции. Нужно было выбить активных людей из сопротивления реформе энергосистемы. И как это было блестяще сделано. Спецслужбы организовали это с покушением на Чубайс. Это была многоходовка. Времени нет ее обговаривать. Вы потом ее почитаете или в этой книге покушения. Но в результате получилось следующее. Операция была проведена крайне топором. В руках следствия не оказалось ни одного козыря против тех кого не обвинили в покушении на Чубайс. Вот этот механизм вскрытия недостатков этой спецоперации он прописан в этих репортажах. Но заслуга даже не в этом. И вот теперь когда я говорю о заслугах я вынужден вернуться к автору этой книги. Любовь Краснокутская это подлинное имя матери автора этой книги. А фамилия автора этой книги ее имя Татьяна Миран. Ну я думаю теперь наконец надо предъявить автора иначе получается неудобно я все-таки говорю за себя Татьяна Лениновна займите свое место законное книжка И еще раз объясняю почему нужен был псевдоним. Если бы не было псевдонима очень легко можно было опровергать эти репортажи голословно говорить о том что мать защищает сына. Второе то что я говорил очень легко было бы судья Пантелеевой выгнать ее из зала и нас лишить возможности черпать воду из незамутненного источника этого процесса. Почему говорю нам с вами потому что я на суде тоже не был я появился только в конце потому что как свидетель проходящий по этому делу я не мог быть там и я читал и питался тоже этими репортами так вот однажды Пантелеева все-таки подступилась подступилась к Татьяне Мироновой молодец баба она решила проверить вот если она ее выгонит в самом начале если это она значит репортами не будет и она придралась всего-навсего маленькой иконке которую Татьяна поставила перед собой на парапет маленькой икон Капогородицы и Пантелеева устроила целую истерику по этому поводу и выкрала ее из зал в самом начале судебного заседания когда на следующее утро появился полновесный репортаж Пантелеева решила для себя что это не она ну конечно понадобилась трудоемкая работа сделать репортаж со стенограммой с аудиозаписью вернее прослушать сначала весь процесс записан на пленку а у нас весь процесс записан на пленку сначала прослушать весь процесс записан на пленку а потом сделать репортаж. Но зато Пантелеева оставила Татьяну в покое, и дальше уже шли репортажи с ее руки без проблем. Татьяна Владимировна, мы дадим чуть позже слово, а я бы хотел сказать сейчас самое главное, что мне бы хотелось сегодня донести до вас. Людей, которые, находясь сегодня под жутким прессом власти, очень часто опускают руки. Говорю это в трагичные для меня дни, потому что один за одним, только что ушли буквально, действительно, один за одним, один в один день, другой, ушли для меня, дорогие, для меня соратники, правдисты. Это Витя Широков, и те, кто читал правду, помнят эти имена, и Поля Кривомаста. Блестящие публицисты, прекрасный писатель. И я считаю, что все-таки того и другого съел рак. Но я считаю, что рак гулял по организму, который был смят нынешней ситуацией в стране. И вот, во укрепление вам, я скажу, основываясь на этой книге, вы только представьте жуткий процесс давления на судей. Не судью, это не судья. Это ставленник была Кремля. Это была подручная Чубайса на процессе. Но там были настоящие судьи. Это присяжные заседатели. Вот эта гигантская машина, которая была направлена на них, у этой машины все. Власть. Спецслужбы. Деньги. И эта машина ломала многих на этом процессе. Причем использовался и кнут, и пряник. Только два примера. Стоило одному из присяжных неосторожно в комнате для заседателей высказать свое сомнение виновности подсудимых против него, присяжного, тут же возбудили когда-то, где-то начатое вроде бы дело. Хотя уже была проведена вся проверка на чистоту присяжных заседателей. И не было там ничего за спиной. Нашли, состряпали, придумали и бросили присяжного в подследствие, автоматически вывели его из состава присяжных. И еще маленький пример. Когда вдруг одно из присяжных, которая долго не могла найти работу, сделали такое предложение, о котором она и мечтать не могла, но с условия выходить на работу завтра. и ее выбери. Видите, этот инструмент, ну та и пряника. Но если эта система ломала таких матерых, выдающихся людей, как адвокат Виктор Александрович Выскребцев. Вот запомните имена негодяев. Виктор Александрович Выскребцев. Известный популярный адвокат, который продал нас потрохами и сдал нас потрохами этой системе. Есть такой популярный адвокат, Михаил Николаевич Кузнецов, который любит рядиться в форме патриота. Это трус сбежал от процесса, взявшись было за него. Запомните это имя. Еще назову одно имя, как нас сдавали и ломались под этим прессом. Это наш адвокат Чапурная, который многие, может, знают по народному радио. Там она нарядилась в стогу православного юриста и учит нас вере, честность и справедливость. Перекупили бедную бабенку. И она в конце чуть было не пустила под откос процесс, начиная вдруг признавать правоту прокуратуры. Это я вам привожу примеры только для того, чтобы вы поняли, какая машина была запущена, кремлевская машина на этом процессе. Еще раз вот представьте себе, когда все структуры власти были задействованы на этот процесс, включая суды, включая генеральную прокуратуру, включая гигантские деньги в Чубасе. И вот эта машина сломалась. Сломалась потому, что нашлись девять нам неизвестных людей. мы не знаем их фамилий. Ни с одним из них мы не встречались лично. И, увидев сейчас, мы их не узнаем, но эти девять присяжных заседателей, имея мужество, имея волю, сломали эту машину. Это вот к вопросу, что мы можем. Мы маленькие люди. Там тоже были маленькие люди. Это не именитые, не титулованные. Это простые люди, которые были отобраны в фрисяжных заседателей путем случайного отбора в электронной системе. причем это люди, которые не было места работы, которые могли вот в течение почти года заседать. И полиция, в это самые простые люди сидели. И вот об этих людях сломалась гигантская государственная машина. Или облом с деньгами у Чубайс. Кто из вас говорит, что деньги все сильны? И если вам будут доказывать, что у них в руках все, власть, вспоминайте вот этот случай, когда 9 простых, самых простых, но честных, мужественных людей остановили гигантскую машину государства. Я бы просил ваших аплодисментов. но через минуту. Если можно, а дело в том, что они делали такие подписки, мы не знаем даже до конца, что там с них брали, какие подписки, но если взяли, есть хоть один из этих героев. если вы можете, не подставляя себя под какую-то статью, встать сейчас, встаньте, чтобы мы вам могли аплодировать. о-о-о-о! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я низко кланяюсь этим людям до земли не за сынах, не за своих друзей, которые благодаря их мужеству остались на свободе. Я им кланяюсь за тот пример, который они дали всей стране. Я кланяюсь им за ту крепость, которую они влили. И сейчас благодаря книжки будут вливать в миллионы людей, что не все пропало, а то у нас слишком много плачущих появилось. Все пропало, и мы бессильны. Вы знаете, вот для меня подвиг этих людей равный, а даже сильнее подвига у примера героев Панфилоса. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У тех героев, которые спасли отчизну, хоть никакое-никакое было оружие сопротивления. Были гранаты, были противотанковые оружия. им было чем сражаться. Но у этих людей, кроме мужества, непоколебимой веры в правду и справедливость, волю одолеть давление не было ничего. Но они победили. И вот этот пример, я вам в самом начале говорил, который вы должны нести дальше. Рассказывать про это, а то нам все время говорят, ну вот у вас один сплошной негатив, вот вы все критикуете, а примеры не даете, вот вам живой конкретный пример. Как можно побеждать гигантскую систему, как можно побеждать машину, всеоружие власти, когда против людей все направлено. От генеральной прокуратуры до гигантских денег, и они выстояли. драка на себе была и в другом направлении. Я вам только что назвал сдавшихся, сломанных, предавших правду и истину адвокатов. Называя имена Выскрецова, Кузнецова, Ирина Юрьевна Чапурунова. Но ведь там действительно были и другие воины правды и истины. Одного из них я вижу, я назову их имена. это Алексей Владимирович Першин, Аксона Игоревна Михалкина, Альфтин Иванович Машанский. Но я бы хотел, чтобы Алексей Владимирович, коль Вы оказались единственным представителем, во-первых, чтобы Вы все-таки встали, чтобы вы могли вам аплодировали. Как живое свидетельство того, что можно и сегодня оставаться людьми, потому что есть еще одна такая тонкость в этом деле. адвокаты, люди немыслимо жадны дадим. это такая порода в России народилась, жуткая, что маленький анекдот о том, как летели два вампира отец с сыном, сыну смотрел девицу приличную и говорит, сынок, твоя. Одну возвращающийся из них говорит, сынок, ну оцепись-то от нее, мы же с тобой все-таки вампир, а не адвокаты, оставь ей немножко. Так вот, перед вами адвокат милостью Божией, который вот этот бой за правду и за истину вел, не получая денег. Он был государственным адвокатом у Владимира Васильевича Квачкова и не получал от него гонорар. Еще один урок этого процесса в том, что не все продаются и самое главное не все покупаются, что нам сегодня пытаются нарезать. Но я сделаю для себя небольшой перерыв и предоставлю слово уже настоящему автору этой книги Татьяне Леониду Немиронов. Когда моего мужа объявили в розыск в 2004 году, я, давая интервью газете «Завтра», бросила такую лихую фразу, с которой как заголовком и вышло интервью, я сказала «Мы никогда не сдадимся». почему говорю лихую, потому что потом было тысяча и один шанс сдаваться. Это было и штурм нашей квартиры, когда в ней находились маленькие дети. Это был и страшнейший розыск, когда каждую минуту ты думаешь, что ты можешь сам своими ногами привести к своим близким ФСБ. Это было допрос ФСБ, где меня травили словами «Что вы тут разыгрываете себя, молодую гвардию? Нечего строить Робин Гуда? Тут вам не 37-й». Это была и матросская тишина после двойного адреста и суды в Новосибирске. Было тысячу возможностей сдаться. Но я помнила вот эти слова. Мы никогда не сдадимся. Их надо было оправдывать. И мы старались не сдаваться. И мы держались. И вот последний этап этой эпопеи потому что впереди я думаю у нас еще много чего будет. Последний этап этой эпопеи был суд. Десять месяцев судилище на которое действительно можно было ходить только с пером как с оружием борьбы как с оружием мести возмездия как способом отстоять себя. Если бы я не писала я бы наверное умерла на этом суде. Потому что видеть несправедливость и не отвечать глотать оскорбления и молчать понимать что все все работает против тебя машина запущена средства массовой информации говорят только одно виновны и сдаться это значит умереть. Для меня это был единственный шанс выстоять и показать другим что можно стоять насмерть но стоять сохраняя лицо достоинства и благородства русского народа потому что на нас тогда смотрел народ весь народ ну кто кого власть или вы маленькая горстка бойцов на крохотном пятачке московского областного суда вот что такое была эта книга и кроме того ничего нельзя было после этих очерков залгать ничего нельзя было исказить в средствах массовой информации потому что шли отчеты я вам скажу что я ведь сначала вы увидите это в начале книги я сохраняю себя от иронии от скепсиса от всяческих выпадов по отношению к судье к прокурору я жду от них справедливости и потом просто невозможно удержаться потому что перед нами воочию во всей во всем беспределе своем предстают предатели народа вот этот вопрос он сегодня перед нами стоит наверное как никогда страшно после этих выборов когда мы подсчитываем голоса и видим что 63% предателей самих себя своего народа голосуют за этот режим вот когда мы с этим столкнулись в конкретных лицах предателей кто это это судья Пантелеева которая подбирала закон всеми возможными способами это прокуроры которым было наплевать на недоказанность и они ломали и крушили нас пытаясь доказать свою ложь пытаясь ее вывести как правду это адвокаты и самое главное так называемые потерпевшие простые русские работяги водители охранники бывшие военные они 6 лет как на работу ходили на эти процессы они лгали за зарплату чубайсовскую не стесняясь вот это надо было вывести на чистую воду вот это надо было показать чтобы никто из нас не пал духом понимает что предательством именно предательством держатся все беды России предательством на всех уровнях не только во власти но каждый отдельный человек отвечает за себя где он проголосовал за где он поддакнул ведь посмотрите это началось очень давно я тогда ужасалась лет 10 назад когда в подмосковный мэр сбил двух мальчишек на шоссе они же ездят у нас с огромной скоростью и родители отказавшись от иска взяли деньги за убитых детей а потом был Курск где утопили моряков а жены не все вдовы поехали через месяц на Средиземное море успокаивать нервы по путевкам выданным властью и вот так продолжается по сей день мы должны понимать предательство здесь рядом смотрит через наше плечо ухмыляется издевается торжествует но наш процесс показывает что никакое предательство не способно подавить правду и даже в тех случаях как в деле Никиты Тихонова и Евгении Хасис когда предательство вроде бы победила и уже свидетели выступили и присяжные проголосовали одного голоса не хватило до оправдания ребят и здесь мы знаем правда все равно победит победит потому что есть герои отстаивающие эту правду я благодарю вас пришедших сюда на презентацию этой книги потому что среди вас много тех кто были с нами в зале суда много тех кто молился за наших близких во все время этого процесса тех кто помогал нам деньгами оплачивать адвокатов спасибо вам всем спасибо присяжным спасибо за их стойкость и самое главное вот эти мои тогда лихо и безоглядно и наверное беспечно сказанные слова мы никогда не сдадимся они живы за мной мы вернемся еще к книге черной мантии а сейчас я хочу вам представить книгу родиной имени путина но вот тот случай когда мне уже не надо ее представлять счастливый случай почему потому что может быть кто-то из вас помнит как мы в свое время представляли первую книгу Ивана Миронова о продаже Аляски это книга которую он тогда увидел только во время судебного заседания и когда мы представляли эту книгу здесь на книжной яблоке Ивана два года гноили в тюрьме сегодня тот счастливый день когда сам автор может начать говорить о своей книге слово Ивану Мирону добрый день вообще у нас сегодня по странному сечению обстоятельств такая очень удивительная дата сегодня 17 марта 2012 года ровно сколько 7 лет назад ровно день день было совершено так называемое Покушение на Чубайс дата которая наверное изменила нашу жизнь кардинально резко и на очень долгое время и вот все таки прежде чем перейти к новой своей книжке я хотел бы сказать как наверное один из героев Черной Мантии свое отношение и впечатление вообще к этому произведению вообще книга не имеет аналогов наверное в России потому что даже то что я изучал в университете по предмету не было таких судебных хронин и здесь конечно я должен признать таланты уникальные таланты матушки потому что ходить как на работу и каждый раз несмотря ни на что превращать вот то что происходило в суде и человек который оказался на первый раз может быть непонятно то что говорит эти люди но доступно четко и объективно все что там было показывая ключевые какие-то моменты которые шаг за шагом выстраивали вот в эту кирпичную стенку из которой родилась эта книга и были то что было сказано уже раньше пытались найти автора кто это но ни у кого кроме злобы ни у представителей Чубайса ни у адвокатов Чубайса ни у прокуратуры и ни у судей не вызывало претензий к объективности они скрежета зубами брызгая слюной они да они признавали что все что там написано слово в слово им не нравились некоторые художественные образы некоторые сравнения да и они не стеснялись об этом заявляют судебным заседанием но тем не менее книга она не то что претендует это историческая реальность это хроники которые сегодня являются памятником вот той системы и я все таки надеюсь что через несколько лет это будет надгробным монументом надгробным памятником надгробием вот того репрессивной мясорубки которую превращен наш суд книга смешная потому что долгий процесс он требует определенных разрядок это и колкости с прокурором и с судьей и с адвокатами потому что нельзя было погружать друг друга и зрителей и самих себя вот в этот мрак и ощущение такой безнадеги потому что честно говоря да мы верили что мы победим но мы знали с какой системой мы имеем дело мы знаем что такое российский суд и мы знаем что присяжные это люди это не глыбы это не герои это обычные люди и а люди они легко ломаются и мы представляли какое колоссальное давление оказывается на них и каждый день когда ты приходишь в суд и прежде всего ты пытаешься поймать взгляд присяжных что бывало очень трудно потому что вот эта картина объективности она должна была по закону ими быть сохранена до конца кто говорит что кто-то говорит что да если бы не делать Чубайса вы бы вряд ли смогли выбрать этот суд это говорит тот кто не читал этой книги это говорит тот кто ни разу не был на суде если бы вместо Чубайса был любой другой человек этого дела в принципе во-первых бы не было во-вторых оно если бы оно было оно было развалено уже на стадии следствия если вдруг каким-то чудом оно дошло бы до суда то присяжные это было бы единогласное решение что не виновны у нас же счет был 3-9 по общим вопросам по мне же был счет 7-5 два голоса и я бы не стоял бы сегодня на этой трибуне и вот только представьте какое давление оказывало что если даже пятерых сломали в зале сидели психологи с той стороны которые ну там Гозман и адвокаты которые просчитывали кто может быть нечаянным жестом нечаянным словом оброненным в столовой выражает какую-то симпатию к подсудимым чтобы потом да к подсудимым чтобы затем по надуманным причинам вплоть до возбуждения уголовных дел на присяжных которые так или иначе показали да что свое отношение к происходящим их убирали из коллеги но удалось устоять потому что люди действительно оказались герои люди для которых вот эта ситуация для которых все давление и все перспективы которые ну казалось бы да сделайте так как вас просят делайте так как вас требуют ну поступите раз совестью и вы больше не увидите этих людей не того что происходило в зале все казалось бы и забудете уже через полгода об этом ну немножко где-то будет под ложечкой подсасывать совесть это тоже все пройдет но нет люди вот эти люди да наверное о которых мы не забудем всю жизнь они сделали свой выбор и сделали выбор в пользу совести закон и здравый смысл огромный им поклон и благодарность и единственное конечно у нас была такая интересная история это уже в последний день в последний день вынесения вердикта когда я пришел сумкой с вещами дал там необходимое там распоряжение там подал документы ключи ну уже был готов в принципе уехать да и вердикт выносился пять или шесть часов когда восемь-восемь часов выносился вердикт когда судья каждый раз требовал от присяжных вернуться в комнату для уточнения приговора именно в такие моменты как раз и происходит самое тяжелое для людей которые приняли решение стоя отстаивать правду до конца если мы посмотрим практику судов присяжных то вот именно на протяжении вот этого времени происходит какая-то сломка когда удается одного-двух все-таки сломать да и в итоге вердикт оказывается что виновный и вот восемь часов все это происходило и в итоге мы входим в зал заходят присяжные встает старшина и начинает там подводить итог и он говорит значит итак первый вопрос первый вопрос события преступления то есть присяжные должны были сказать было или нет вот происходящее на Мическом шоссе был там кортеж обстрелили и так далее старшина говорит да был 7 не был не был опять второй вопрос это уже состав преступления когда стоит уже рубить или не рубить голову то есть виновны все или невиновны а потом идет там 20 вопросов еще расшифровка и вот он засчитывает всю эту фабулу что такие-то в такой-то группе там Квачков Яшин, Айонов, Миронов вооружившись там собравшись отследив и так далее вот виновны или невиновны он говорит виновны и я смотрю в глаза я единственное я успел поймать глаза матери и мне вот больше всего болело в этот момент чтобы вот все сердце сердце потому что ну так удар яшин пауза мне это показалось что эта пауза была она растянута на какие-то часы потому что ты в эти мгновения где-то переживаешь жизнь и вот это наверное наверное это были доли секунды он говорит виновный три невиновный девять все вот волна пошла на спад никто из нас не забудет конечно вот 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 этого вот этого вот этого момента и возвращаясь на самом деле вот к этим диалогам которые там есть и это можно актронизировать действительно потому что вот эта перепалка та острота ощущений та вот этот адреналин когда ни одно слово сказано прокурору не осталось не должно было оставаться безнаказанным как и судьи как и адвокатам иногда все это переходило на личности но все таки не выходило за раму где начинается вот эти перепалки где начинается уже драка но тем не менее все это в книге есть доподлинно и вот еще раз да уже чтобы уже переходя к следующей книге хочу да по поводу вообще вот удивительное было вот это время потому что были люди незнакомые нам которые видели нас уже через вот этот бортик скамей присяжных которые поддержали поняли и сделали правильный выбор нас предавали и предавали очень жестко предавали близкие и ударами в спину и вот здесь уже было сказано о том как там вот то что Штин Пузнецов которые также взяли там 70 тысяч долларов за дело Аракчеева под видом таких православных патриотических адвокатов и говоря которым которые загнали мою знакомую Катю Пожедна который в свое время также сделал свой выбор она отказалась лже-средничеств против меня потому что они увидели что девочка да что можно приехать надавить и она подпишет а говорит меня она отказалась от этого и сказала я не пойду на прямой оговорот а единственное что от нее требуется это сказать что машина что машина на которой я езжу ездил это вот она и что-то совершалась и не что-то готовилась вот и все она предыскально это не пошла но адвокаты которые взялись ее защищать и которые я до сих пор не могу простить потому что был уверен в человеческой порядочности людей которых я знаю я вам сказал на допрос ездить защитите полчаса и все они приехали они оценили благосостояние семьи и превратили эту девочку в кормушку ее семьи и до сих пор она я не знаю как вот до сих пор я думаю она находится в федеральном розыске по этому делу потому что адвокаты сделают все чтобы не допустить чтобы с нее сняли обвинения хотя делаются чисто технически и таких персонажей сожалению было немало у меня последняя адвокатесса это Чепуная которая в последний момент входит в процесс и она мне готовит премия свое выступление в премии это очень важный момент это ключевой момент в суде потому что адвокатское слово оно иногда гораздо бессомее чем слово подсудимого и вот она мне пишет текст накануне выступления в суде она показывает мне и говорит вот посмотрите я заезжаю к родителям говорю посмотри но мне кажется что это полный дурдом то ли у меня уже голова закипает то ли она что-то не то сделала она смотрит и говорит это вообще по стилю это речь 19 века я в яндексе набираю первую строчку вот эту речь у меня выскакивает речь адвоката Урусова на процессе Дмитриева 1871 года она только имена фамилии поменяла изменила там фабулу немножко но все остальное сохранила и обращение по присяжному звучало так мы склоняем так господа присяжные мы склоняем нашу уставшую голову перед вами когда я ее вылавливаю и говорю вот это все не годится значит мы делаем текст а потом вы его просто выходите и читаете слово в слово можно я что-то добавлю и говорит нет нельзя ничего добавлять и она выходит она выступала уже передо мной я настоял потому что я требовал чтобы все все выступления в суде судимых адвоката все-таки заканчиваю я потому что я хотел здесь быть перестрахованным от и до потому что я до последнего был на 51 статье и вот выходит моя адвокат Чупурна открывает я вижу как она вот мой текст на откладную сторону достает другое и начинает читать то от чего у меня начинает шевелиться волос она говорит да против Миронова нет прямых улик но зато но есть косвенные доказательства но мы не можем по косвенным доказательствам судить его и обвинять его в том что он не совершал косвенные доказательства я понимаю что это вот гвозди которые забиваются уже в мой гроб и здесь я вот толкаю Алексею Владимировичу говорю Алексею Владимировичу что угодно любой приступ но это все надо остановить ну вот объявляется перерыв благодаря усилиями и напорству Алексею Владимировичу Першина я подбегаю к Чупурну и говорю все вы выходите всем спасибо все свободно Миронов не виновен прошу освободить оправдать вот ей ничего не оставалось делать она вышла Миронов не виновен она только на человека прошу оправдать все все величие вот у суди такие круглые глаза потому что она готовилась к другому она говорит это все она говорит да это все уверены что это все и наверное может быть еще пару там минут десять вот такое наступление и лет двадцать не было бы обеспечено это по вопросу об адвокатах вот но было например еще вот к вопросу что там происходило есть еще время да нет мало хорошо такой один момент когда следствие все искало такого Марата неустановленное лицо Марата и всем задался вопрос вы знаете Марата все говорят нет не знаю когда речь дошла другому допросу меня спрашивает прокуратура вы знаете Марата я говорю да я знаю Марата начинается такая шутка все начинают написывать фиксировать я говорю а что вы можете пояснить сказать вы знаете его зарезали там глаза такие там пишут а прокурор такой подскакивает а при каких обстоятельствах я говорю в ванне его зарезали любовница Шарлотта Карде вот при причем Шарлотта Шарлотта Карде это сказала по-моему даже судья который в какой-то момент почувствовал себя умнее прокурора и она уже бросила им уже с такой насмешкой с таким пренебрежением да что ну что вы не знаете таких вещей ко мне уже претензий не было вот и поэтому поскольку времени нет давайте перейдем к следующему поводу еще раз нижайший поклон вам что людям которые все это время были с нами и людям которые нашли все силы стойкости мудроства вынести объективный теперь пару слов о новой книге вообще когда вышла книга замурованная которая очень хорошо была встречена публикой потому что кроме как изнанки нашей обычной жизни политики бизнеса люди увидели вот тот мир неведомый им который не описан в книгах и который не показан в сериалах живой со своими понятиями законами правилами кто-то увидел себя кто-то увидел человека которого слышал или такое представление но после этого пошли вопросы а если будет ли продолжение или будет какая-то предыстория потому что некоторые судьбы их немного они обрываются и вот вот эта книга родина имя Путина о чем она первоначально название должно было быть русский эндорфин русский эндорфин это гормон счастья и было несколько подзаголовок любовь тюрьма террор политика это от чего русский человек получает удовольствие и восторг не от денег быта от чего-то еще от чего счастливые люди в других странах в другой ситуации а вот именно от тех адреналиновых таких вещах о которых я говорю и несколько историй абсолютно разные с абсолютно разными героями это две очень жесткие тюремные истории они жесткие смешные потому что в тюрьме чтобы не плавить люди начинают смеяться это история кумаря Сергеевича который сегодня получил окончательно 15 лет который был ночным губернатором Санкт-Петербурга который крышевал путинскую команду и там рассказывается почему все-таки человека арестовывают и сейчас знают в тюрьме за несколько дней до того как он собирался покинуть Россию навсегда лечиться там судьбы некоторых моих героев которые были уже замурованы там две личные истории потому что эта история розыска как все начиналось может быть кому-то покажется предельно откровенным но эти вещи они писались тоже в состоянии аффекта когда решалась моя судьба или когда часть я писал когда я находился еще в розыске часть я писал когда меня судили и это немножко расширенное было сознание в хорошем смысле когда многие вещи ты воспринимаешь неадекватно но поэтому что-то ложится на бумагу неосоздано и помимо твоей воли что-то править смягчать убирать я как бы уже не мог и наверное насколько стоило ли это дело это уже судить вам там описано подоплека вот этого нашего дела как я оказался в розыске почему оказался в розыске как принимали наверное да там присутствует личная как бы драма но она характерна для всех кто прошел вот этот путь помимо этого здесь несколько все все герои если мы не берем даже в тюрьме там они в тюрьме они узнаваемы они читаем это люди которые так же не сходят обстроить газет которые являются фигурантами современной политики там показано как делается политика и помимо тюремной изнанки там еще присутствуют политические и экономические изнанки нашего общества и мне показалось что ее мало читали потому что я не выпускал рукопись все-таки боясь что ее могут запретить тормознуть попытаться надавить на издательство которое взялось выпускать поэтому сейчас вот книга идет жду отзывов и помимо этого что еще могу сказать спасибо вам ну и надеюсь что все-таки книга дойдет до вас и будет прочитана спасибо моя ведь задача как ведущего не просто представить вам книгу это было бы самое простое но моя задача как ведущего убедить вас что эту книгу нужно читать и это полдела моя задача как ведущего убедить вас заняться пропагандой и распространением этой книги самое главное что эта книга укрепляет наш дух нашу волю я уже сказал а сейчас вас верну в книгу и в ту жуткую атмосферу суда как это было судья тихим тихим голоском как бы между прочим оснований к осмотру машины BMW по истечении пяти лет и ремонта автомашины суд не находит объясню в чем дело дело в том что самый главный свидетель которого было бы достаточно чтобы остановить процесс не дать подсудимым годами гнить в тюрьме достаточно было провести экспертизу машины BMW в которой ехал Чубайс и которая была ярким яркой иллюстрацией ярким доказательством того что не было покушения а была имитация на покушение машина исчезла не было машины и вот подсудимые с адвокатами давят на судью так будет машина или не будет машина осмотрена и вот судья обратите внимание говорит что из-за ремонта автомашины осматривать ее нет смысла Миронов не отступает нам кто-то может прояснить где находится автомашина BMW и почему ее прячут от присяжных прокурор знает где она находится прокурор заявил что он знает пусть пояснит в чем секретность ее местоположения судья Миронов продолжает интересный момент Чубайс сказал что машина восстановлению не подлежит сейчас выясняется что она отремонтирована я вам зачитал судью который сказал что из-за ремонта машина осмотр не подлежит судья кто это сказал что отремонтирован Миронов сказал Миронов что восстановлению не подлежит Чубайс заявил судья отмахивается что она отремонтирована то он сказал Першин изрублен так вы же ваше честь об этом и сказали только что судья в отказ я сказал что после 5 лет смотреть нет оснований Першин не сдается и ремонта судья торопливо севшим голосом хорошо вот дух суда только что судья говорит одно ее ловят за руку она сопротивляется и тут же говорит ну ладно уберите истинно не было этих слов в принципе вот такой атмосфере день за днем месяц за месяц почти год шла эта борьба прежде чем предоставить слово адвокату Першину я его представлю маленьким эпизодом из этой книги я ведь почему начал цитировать книгу для того чтобы у вас проявился интерес и потребность иметь эту книгу судья наливается гневом Першин вы требуете на себя слишком много времени Першин желает умереть судейскую ярость христианской кротостью осеняет себя крестом да избави меня Бог но судья я лица пущи прежнего адвокат Першин предупреждается о недопустимости отправления религиозного обряда выразившегося в соблюдении религиозного обряда язык судьи это ау я знаю тогда Першин идет грозой на грозу как пожар в тайге давят встречным палом возражаю ваши действия незаконны и не антиконституционны вы сидите под государственным гербом с Георгием Победоносом а он святой своими действиями своими действиями вы уничижаете государственный дим где сказано хранимая Богом родная земля а вы запрещаете а вы запрещаете мне креститься судья то ли заняв тупик в споре в обрядах то ли остерегаясь рассердить святого Георгия действительно опасно нацелившего срокодечной копьем ее голову объявляет первое слово дорогому адвокату Алексею Владимировичу Пешину День добрый люди добрые спасибо что вы здесь собрались спасибо я оказался здесь учитель и спасибо конечно огромное нашим притяжным не ожидал их здесь увидеть но прекрасно что они здесь есть и люди которые действительно вытащили этот процесс по нему правильное решение спасибо огромное автору этой книги и вот если бы не было процесс присяжных зашел бы я его люблю процесс присяжных здесь совершенно верно написано в книге вторая буквально не глава и не раздел суд присяжных последний оплот справедливости да это действительно так и только присяжные могут действительно вносить справедливые решения справедливые вердикты в существующие у нас сейчас и судебной системе и государственной системе государственной власти вот единственное что больно и обидно что с каждым днем с каждым годом вот это пространство вот этот вот объем статей который по суде судоприсяжных он сужается 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 и я боюсь что он будет судиться до одной буквально двух статей еще недавно они рассматривали порядка 40 потом стало 36 сейчас уже у нас 27 по-моему статей которые по суду присяжных днем это как швыреньево кожа сжимается сжимается и сжимается не трудно представить чтобы было если бы этот процесс рассматривался судом обычным лично судил Пантелеевой ну наверное судил бы еще и менее доключен либо тройкой судей кто у кого не приди господь родственник когда-то будут приличных судов я не советую никогда выбирать сутки из трех судей адвокату и так приходится бороться с двумя опасными потому что судья поддерживает постоянную линию обвинения потому у нас и проценты обрабленных приговоров ниже чем были приемы было то ли 84 процента сейчас у нас 0,8 0,4 а в данном случае приходится с адвокатом бороться еще четырьмя прокурорами а что творилось я могу привести небольшую ремарочку мы с прокурором каверином кстати он набился жутко на это твердить ты его ужас почему-то хотя мог бы работать души так серьезно обиды мы с ним столкнулись в столовой и вот он опять окомол скамеру что-то действительно полагает что все имеют право конечно все подсудимые имеют право деду убийцы хорошо вопрос а вы знаете сколько расстреляно людей по делу Витебского Матерка Микосеевича трое а сколько расстреляно по делу чикатило продолжим дискуссию прокурор отвернулся и больше со мной дискуссии не уступал из вот ну вот это вот маленькие ремарочки видно в каких условиях приходилось работать прокуроры были прекрасно видели что нет никаких доказательств вины естественно с этими ковриками несчастными которые поступили на исследование все как один с разными сначала размерами потом они расстянулись до одного размера цвет эти коврики меняли биотуалеты чуть не появлялись на этих местах три раза обыскивали дальше по школу на третий раз нашли у него подрывные машины после второго появилась граната ну если подпускали на пятый раз появился гулемет а шестой и отпечатка парк пешен ну что я могу сказать вот такая у нас судебная система вот таких условиях нам приходится работать спасибо конечно огромное моим коллегам которые меня поддерживали это адвокат Закалюжный это адвокат Михалкина это адвокат Кокеночко и вот хотя уважаемый Борис Сергеевич рассказал про вампиров которые сосуд слабейшего адвоката но в основном мы стараемся все-таки работу свои дела добросовестно и поверьте мне не только за деньгами кронится адвокат а я тоже веду совершенно бесплатно ну за что спасибо доверить нам личную благодарность я заглянул перед данной презентацией вы знаете вот прямо огнулся вот в эту атмосферу ну кучу чувств действительно переполняет какой-то страх потому что действительно после того как Владимира Васильевича удалили ну хорошо было сидеть когда он сидел рядом что-то подсказывал что-то где-то меня останавливал а когда его убрали получилось как-вот вы знаете кто-то водитель меня поймет садишься за руль а инструктором уже рядом нет а ехать надо и что делать ну пришлось ехать ну вот приехали читайте здоров Владимир Васильевич да я продам продолжение сейчас сейчас меняется ему в опьянении очередная глупость что он пытался значит совершить мятеж это вдвоем или втроем там с помощью дружбер арбалитов кто читал совершенно секретно за март прошлого года но это в интернете есть там была статья 150 дней до захвата кремля на эту статью я в соавторстве с адвокатом Михалкина написал написал статью несовершенно не секретно не уно а в интернете это тоже есть вот фактически в марте месяце прошлого года там все то что имеет имело обвинение и насчет чего нам даже запрещалось раскрывать рот было изложено от имени журналиста Челнокова что я мог написать на это я не знаю как его назвать паспель не паспель и я написал в записи с Михалкиным в этой статье ответил ну естественно оно не было опубликовано я хотел судиться Владимир Васильевич мне не дал ну написали написали мы ответили в плантернете ответили а сейчас мы знакомим с материалами дела хотя конечно клещ мой это мятеж я все время привожу этот пример что еще в 18 веке Екатерина вторая не считала мятежом восстания Пугачева пока количество восставших не достигло 25-30 тысяч человек и они не осадили Оренбург на полгода тогда стало ясно что это действительно ништяшки сейчас Владимир Васильевич Квачков оказывается с одним-двумя соратниками может свергнуть власть в России ну вот поэтому мы в статье и написали что если ФСБ МВД ФСО МЧС и все силовые структуры прокуратура обидятся и подадут в отношении Челнокова в суд я с твоей коллегой бесплатно буду представлять их интерес и я думаю что мы и отыграем потому что по-моему получается что все силовые структуры готовятся непонятно зачем их может свергнуть такой вот дарочкой в почту и также ведутся два процесса в отношении его книг это в СУЗ Дали главная с операцией впереди и второе в отношении материала народного облачения во Владимире но во Владимире там вообще произошел смех там видимо была провокация скорее всего органов ФСБ поскольку командировой направили материалы народного облачения потом эти материалы были эти добрыны скерокопированы и возвращены вот этому вот командировойской части вот который смотрим что это здесь не то и мучто а теперь суд рассматривает непонятные ксерокопии и некоторые неизвестно сейчас сравнить поскольку подлинников нет поняв что ситуация безнадежно зашла в тупик прокурор отказался от иска Ковачкова и теперь иск рассматривается в отношении непонятно кого-то но юристы не поймут что здесь может быть рассмотрим только конкретному отвечу если отвечка нет к кому-то разводит к анониму я вам сейчас на заболе напишу что-либо что-нибудь чтобы признать в общем это глупость а в служболе получилась такая ситуация там книга главная страция впереди представленная в суд находя на 268 листах отличается от изъятых приемных который должен быть в 300 листах прокурор перейдем представление и получать что эта книга теперь изъятна от любого человека мы будем требовать чтобы книгу на 300 листах он оказался английским в отношении к ней значит на 300 листах у нас останется легальный побесите сейчас пусть мы и посмотрели но это вкратце добра любви доброй читайте книгу хорошая я понимаю что вы сейчас снова будете ругаться потому что стала уже традицией извиняться перед вами за то что мы не отвечаем на ваши записки и на те вопросы которые я получил разговаривая в предстоящей презентации мне говорили а вот вы будете вот этот вопрос освещать вот я приду если вот вы мне ответите на такие это вопросы но мы я говорил два часа для нас мало уже в цепноте поэтому не на все вопросы я естественно отвечу но на те ключевые которые меня просили я отвечу а потом тогда будем заканчивать меня спрашивают будете ли вы регистрировать свою партию имеется ввиду не партия имеется ввиду союз русского народа который я возглавляю нет пока регистрировать не будем почему потому что у нас как и у любой другой партии подчеркиваю у любой другой которая сегодня собирается регистрироваться нет 50 регионов нет стойких организаций в 50 регионах есть представители есть люди надо будет снова блефовать блефовать я не хочу вот пока мы действительно не создадим в каждом регионе стойкую организацию союза русского народа мы не пойдем на регистрацию объясню почему я так жестко говорю о блефе мы доблефовались мы доблефовались до того что когда а мы предупреждали об этом еще на втором селе союза русского народа когда действительно судьбу России начала решать улица мы национально-патриотические силы оказались к улице не готовы народ да народ 200 и вот это вот эти первые ласточки эти сотни тысяч которые выходят на болотную на проспект агонимика Сахарова народ поднялся а вот мы лидеры вождей фюреры вождишки и прочее национально-патриотического фронта оказались не готовы нам некого оказалось выводить неорганизованная масса хлынула на улице возглавить ее оказалось некому потому что структуры нет все блефовали и блефуют продолжать дальше у меня так 15 тысяч в Дубраве у меня 10 тысяч только в Москве нет этой силы есть название есть количество партий движений силы нету организованной все кто выходит это рыхлая масса это масса одиночек в основе своей и случилось самое страшное знак протеста против позора выборов народ хлынул на улице а во голове этого хлынувшего потока оказались явные русофобы явные русско-ненавистники преступники такие как немцов почему я говорил вначале все уже забыли о том что немцов один из тех а мне уже доказывают да нет ты ошибаешься его там не было уже к тому времени немцов как и Касьянов кстати стоящий там же во главе этих демонстраций это люди которые вместе с Путиным уничтожили Россию как космическую державу эти три человека напрямую участвовали в сведении космической станции МИР и сегодня делают вид что забыли забыли как Касьянов будучи заместителем министра финансов и на этом началась его бешеная карьера к премьерству перевел третьестепенной долги в государственной долги то есть вот эти банки вот эти губернии заводы какие-то которые набрали иностранных долгов Касьянов подписал документы что государство все долги взяло на себя и стало по ним рассчитываться за банкиров за этих воров промышленников вот на этом зиждется карьера Касьянов ну или как его привычно называют в мире Миша 2% и вот они оказались во главе протестного движения поэтому нет пока мы не создадим действительно жесткую действительно по настоящему многочисленную структуру союза русского народа то чем вы занимаетесь регистрироваться мы не будем чем закончился Верховный суд по вашему делу он не закончился напомню о чем идет речь тем кто не в курсе дело в том что я был один из кандидатов президента Российской Федерации единственный кандидат которого сняли не по формальным признакам как других неправильно оформлен документы не хватает числа людей а меня сняли за то что я автор книги приговор убивающим Россию которая признана экстремисткой ни в какие законы вот эта вина ни в какие законы не позволяет из-за этого меня снимать с вывода никакие цик договорился центральной избирательной комиссии договорилась до того и это прямо записаны документы что снятие меня с выборной гонки произведено в интересах общества что я ограничен в избирательных правах потому что злоупотреблял своими конституционными правами вот когда это все на гербовых бумагах и подписано такими лицами как заместитель генерального прокурора Российской Федерации как председатель центральной избирательной комиссии Российской Федерации высшими должностными лицами для которых не существует понятия ни закона ни конституции ни совести ни чести естественно мы не сдались первую верховную суд мы выиграли причем выиграли удивительно со счетом 3-0 когда не только я отставил свое право избираться но и на мою сторону встала представительница генеральной прокуратуры в течение полтора и на мою сторону встал в суде верховного суда а как не встать если моя книга была признана экстремисткой 1 апреля 2010 года судом Петропавловск-Камчатского а мне ставят вину что она распространялась в 2009 году когда она еще не могла быть признана экстремисткой и судья спрашивает представителя конституционной комиссии он спрашивает а как вы это объясните как вы можете называть экстремистской книгу до решения суда и тот на полном серьезе без улыбки и он заявляет да она была экстремисткой когда Миронов ее только писал это верховном суде если этот мальчонок ну очень вылитый хруст вылитый и он позволяет ну начальник правоуправления центральной избирательной комиссии и он позволяет себе в верховном суде вот так вот относиться к закону что мы хотим от них дождаться поэтому нет сейчас в верховном суде находится наша надзорная жалоба где мы доказываем беззаконность принятого решения вторым верховным судом а дальше мы будем уже напрямую бодаться конкретно с теми тремя судьями верховного суда которые фальсифицировали дело а не даты умышленно даты исказили в деле поэтому нет борьба будет продолжаться чем она закончится а вы знаете если бы раньше сказал ну понятно чем она закончится я вам сейчас скажу нет вы знаете даже вот эти митинги которые прошли рыхлые во главе с оранжистами они ведь кремль заставили здорово хрухнуть потому что это это выплеск маленький пока выплеск народного гнева и они испугают и поэтому как они сейчас дальше поведут будем бодаться а у меня теперь одно у нас есть ярчайший пример наших девяти героев присяж вот точно так же надо все время помнить про это как можно побеждать главное чтобы была воля смелость мужество решимость почему вы не занимаетесь объединением национально-патетическим нет хватит мы в эти игры слишком долго играем по одной простой причине потому что объединять некого мы уже давно оказались от объединения и перешли в форму координации национально-патриотических для проведения конкретных тех же митингов и здесь мы погорели по одной простой причине я вам уже говорил сейчас еще раз повторю отвечая на конкретный вопрос нет сегодня национально-патриотических организованных сил все это блеф вот эти все сидящие особенно которых показывают по телевизору за ними нет людей есть стихи которые сегодня вышли на площади и на проспекты организованных структур национально-патриотического толка нет три было совещания патриотических сил это два проводил Сергей Николаевич Бабуль и одно проводил совещание Дмитрий Олегович Рогозин на том и на другом совещаниях было в порядке от 60 до 100 человек и я специально рассматривал внимательно всех присутствующих и считал так вот из этого всего созвездия громких имен людей за собой имеют пять максимум шесть человек и в первую очередь это молодежь которые могут вывести людей а все остальные кроме титула звания и гонора людей не имеют и это очень опасно я всегда считал что русский народ за русофобами такими как немцов касьянов и прочее не пойдет не поднимется пока мне в Сибири не было жестко заявлено Борис Сергеевич нам плевать кто нас поднимет мы так жить не можем поднимут они мы пойдем за ним поднимешь ты пойдем за тобой и поэтому вот эту энергию кто куда направить зависит от нашей сегодняшней работы сумеем организовать мощную структуру такой как союз русского народа а потом вокруг нее прибить эти маленькие партии будет структура нет у нас сегодня в национально-патриотическом движении слишком много заведено провокаторов которые работают на развал и уничтожение объединения национально-патриотических сил хватит ходить наступать на старые грабли поэтому нет я буду сейчас заниматься только одним укреплением и развития союза русского народа тем более что мы получили гигантскую базу когда я давал согласие баллотироваться в президенты я близко не ожидал такой мощной поддержки мы провели первичный анализ полученной полученных писем но только одна цифра я в день по электронной почте получал от 120 до 180 писем только по электрону а еще есть такие короткие мы показывали на нейромире часть эту малую часть этих писем когда люди открыто ставят фамилию имя отчество паспортное данное место жительства в поддержку Миронова и это не просто было выражение поддержки к кандидату это было желание с нами работать вот на этой новой базе мы будем сейчас развивать союз русского народа как вы могли пойти к оранжистам на проспект Сахарова и Болотный дальше идет цитата из моего интервью я к оранжистам не ходил на Болотной проспекте Сахарова собирались русские люди я специально проходил пораньше пока была возможность и зигзагами обходил площадь как и Пушкинскую на последнем митинге это русские люди это 100% русские люди я там этих еврейчиков видел в силу 2-3 человек все остальное это русские люди причем это вранье что это норковые шутки да норковые шутки на сцене а в толпе это люди даже ниже среднего достатка судя по этим крутежкам шапченкам это люди среднего достатка но это русские люди которые восстают против несправедливости власти готовы ли вы объединиться со Светланой Пивуновой и мне уже здесь успели задать вкусно два человека тот же самый вопрос миленький военный отрывитесь вы от этой стеклянной соски под названием телевизор даже от компьютера оторвитесь берите первоисточники берите книги и читайте там же все написано чтобы у вас не возникало вопросов я наверное жестко буду говорить потому что дальше терпеть это невозможно потому что это и есть запуск венели в национально-патриотическое движение кто копею ног это женщина которая организовала свою септу септу она подарила мне сдуру своих книг которые я сдуру все прочитал на ее несчастье и цитирую ее книги я напишу что я разрешаю своим слушателям в критические моменты жизни обращаться ко мне с мысленной просьбой и помогаю им и дальше треть книжки это письма адресованные ей например такие у моей кошки появились лишаи которые скоро стали этими гнониками кому бы я не обращалась из ветеринар все говорили лечить это невозможно надо усыплять и тогда я обратилась мысленно к Светлане Михайловне и что вы думаете сначала рамки затянулись тонкой кожице а потом появилась и шерсть я показываю ветеринарам и все удивлены говорят это только чудо а я знаю что это чудо сотворило Светлана Михайловна Труно вы что хотите это всерьез и вы хотите вообще меня отношение вот настолько несерьезно стало к таким серьезным вещам как выборы президента вы понимаете мы готовы и Светлану к умову выдвигать и избирать человек который никогда ни кем не руководит нет ни малейшего опыта руководиться хотя бы самым маленьким заводом или командовать хотя бы отделение и мы с готовностью готовы отдавать и мне говорят почему вы за Светлану ну вы знаете вот я ее слушаю милая женщина а то что эта женщина это о нашей психе говорит ведь она недавно стала проповедовать что к нам движется какая-то комета в хвосте которой сидят инопланетяне для захвата земли и она обращалась со своими видео через интернет а потом объявила а ее ученицы начали приводить это как доказательство ее гениальности что она сконцентрировала волю тысячи экстрасенсов мира и они в пыль разрушили эту комет иди опровергнем да иди докажем так все я на записках останавливаю надо подводить итог самый главный итог сегодняшнего нашего собрания за которое я вам очень благодарен это то что вы должны вы обязаны отсюда уйти более крепкий более мужественными более волевыми чем вы сюда пришли мы вам сегодня дали ярчайший пример стойкости и борьбы и вот пусть вот этот пример будет у вас все время перед глазами чтобы вы сами себя ощущали более могущественными шире в плечах крепче в мышцах вот та воля то мужество которое нам продемонстрировали присяжный заседатель должно быть для вас уроком и последнее вы знаете я очень жалею и для вас это будет конечно полной неожиданностью о смерти Виктора Степановича Черномырдин мне не приходилось выражать нигде это сожаление но вот сейчас есть основания для того чтобы пожалеть о том что действительно это преждевременная смерть ему бы жить дожить пока его не допросили или хотя бы напоследок не повесили на дыр не должны такие преступники как Черномырдин вот так вот уходить из жизни без допроса и без пыль не должны они уходят как ушел Ельцин как ушел Черномырдин а теперь обратите внимание с арены с арены уходит в тень Чубайс хороший ход нигде не появляется уже поменял жену вот как бы с этой женой он не отвалил дальше мы не должны забывать мы не должны это забывать потому что чтобы не было то о чем я говорил в начале таких поражений наших с вами поражений национальных как новые выборы старого президента а для того чтобы помнить об этом помнить что это за преступник я бы вам еще раз рекомендовал вот эту книгу но я должен в конце концов воспользоваться положением и за себя то слово сказать это вот моя книга покушения то о чем я говорил в самом начале из всех спецопераций гнусных грязных кровавых проведенных за последнее время единственная спецоперация которая нам удалось с документами в руках разоблачить это операция покушения на Чубайса прикрывшая развал и уничтожение энергосистемы страны находить эту книгу рассылайте ее это традиционно моя последняя просьба меня спрашивают всякий раз хотя говорил уже несколько раз что нам делать вот нам кому за сколько-то за за свой возраст я уже не могу даже на митинги ходить но вы можете сидеть на телефоне вы можете писать свои письма родным близким знакомым родственникам по стране и говорить обязательно прочитай вот эту книгу а если по силам брать эти книги и рассылать и мы вернут они вам эти деньги будут благодарны потому что сегодня система книга распространения настолько жесткая что на книге неугодная власть не выпускает далеко за пределы москвы это только кажется что у нас сегодня свободный рынок ничего себе свобода из 64 газет с которыми мы организовали в свое время славянских журналистов живых сегодня стало 6 все остальные уничтожат сегодня издательства глушат и давят финансовым путем сегодня цензура страшнее любой коммунистической потому что цензура денег вот чтобы это ломать мы должны с вами мы с вами должны заняться тем чем не занимается государство распространением и пропагандой нужных книг ну и последняя просьба вот сейчас если вы пройдете по ярмарке она забита абсолютно пустой и никчемной литературой но чем больше издательство издает такой книги таких книг тем оно богаче вы обратите внимание какие гигантские стенды это очень дорогие стенды у этих издательств которые проводят в лучшем случае замалчивая историю России героев России в худшем случае чисто русофобские антирусские издательства если у вас еще есть 5-3 минуты давайте сделаем такой эдакий марш русский и посетим хоть на секунду вот то издательство алгоритм который находит смелость выпускать такие книги о которых мы сегодня говорили и смелость и мужество это тоже подвиг это подвиг издатель так вот отдайте даньям должным вот если вы сейчас туда все пойдете то конечно вы парализуете эту линию D по которой расположены издательства алгоритм да а вот но пусть они видят это это наша с вами благодарность этому издательству за его мужество и пусть они видят это и пусть будет парализованная какие-то час-полтора эта выставка но они будут знать какие книги поддерживает народ за какие книги голосует народ спасибо большое спасибо Спасибо. Спасибо. Спасибо.